Мы знаем, что Юпитер не похож на Землю. Орбита этого газового гиганта находится в 600 миллионах километров от земной. Верхний слой атмосферы Юпитера почти полностью состоит из водорода и гелия, но мы пока еще мало знаем о том, что происходит под этим слоем. В 2011 году космический аппарат Юнона отправился в пятилетний вояж к Юпитеру. С его помощью NASA исследуют глубинные структуры Юпитера. В 2016 году Юнона достигла Юпитера и приступила к работе на полярной орбите, с которой обозреваются оба полюса планеты-гиганта. На снимках, сделанных камерой Юноны, видна характерная разноцветная окраска на экваторе в сочетании с колоссальными бурями, некоторые из которых достигают 1400 километров поперечники. В районе экватора неожиданно были замеченные шлейфы аммиака. Юнона использует встроенный микроволновый радиометр, чтобы заглянуть глубоко под верхний слой атмосферы Юпитера, где давление в сотни раз больше, чем на Земле. В атмосфере Юпитера существуют структуры глубоко под верхним слоем, которые не перемешиваются и не объединяются с открытыми нами ранее структурами. Это первая фотография полярных сияний на южном полюсе Юпитера, сделанная космическим аппаратом. Природа полярных сияний обусловлена взаимодействием солнечных частиц с магнитным полем планеты, но магнитное поле Юпитера, как показывают исследования, в некоторых районах на 50% сильнее, чем ожидалось. Это может быть связано с процессами, происходящими на самой планете. Юнона облетела Юпитер только шесть раз, но собранные этим аппаратом данные уже показывают, что наши представления о газовых гигантах могут не соответствовать реальности. В следующий раз Юнона будет исследовать одну из самых загадочных особенностей Юпитера – большое красное пятно. В июле 2017 года аппарат пролетит над этим гигантским штормом и, надеемся, поможет прояснить его происхождение, а также то, за счет чего он поддерживается и насколько глубоко простирается. Миссия космического аппарата завершится в начале 2018 года, когда Юнона войдет в верхние слои атмосферы Юпитера. До того момента Юнона соберет огромное количество данных, возможно это даст нам лучшее представление о происхождении не только Юпитера, но и Солнечной системы в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...